Все, коллеги, все собрались, все устроились, налили себе кофе, воды. Давайте начинать. Добрый день, коллеги. Добро пожаловать на наш открытый вебинар. Мы рады всех вас видеть сегодня. И тема нашего вебинара – расчет схем погрузок в цифрованный транспорт и опыт увеличения погрузок на 10% без штрафов за перегруз оси. Его проведу я, Дмитрий Наежкин, представитель компании Caleta Systems, а также мой коллега Сергей Волков, менеджер по развитию продуктов нашей компании. Сергей, добрый день. Добрый день, коллеги. Добрый день. И наш гость Александр Смирнов, эксперт, который представит опыт крупной международной компании производителя продуктов питания и напитков по внедрению продуктов в компании Caleta Systems. Александр, здравствуйте. Добрый день. Добрый день, партнеры. Здравствуйте. Сегодня мы с вами поделимся, как раз и навсегда решить проблему штрафов за перегруз осей, как гарантированно увеличить массу погрузок на 10-20%, как автоматически определять грузоподъемность наемного транспорта, как уменьшить влияние человеческого фактора на процесс погрузок и как сократить время на расчет схем погрузок в несколько раз. Упс, это наши слайды, у нас переключение. Да, прежде чем мы начнем, давайте я обозначу сегодняшний план и правила встречи. В первой части я и наши гости поговорим про внедрение продуктов, называемых тракклоудер и траккруллер в реальном проекте. Коллеги поделятся деталями, сложностями, с которыми они столкнулись и результатами, которые в итоге получились. Во второй части все наше внимание будет обращено на вас, на ваши вопросы, поэтому если они у вас возникнут в процессе общения наших гостей, то не стесняйтесь, пишите их в чат, мы обязательно их все зафиксируем и после проговорим. И, возможно, даже если вам захочется свой вопрос задать голосом, то поднимайте руку, мы добавим вас в эфир, и вы сможете задать голосом. Ну что, давайте тогда перейдем к основной цели нашего вебинара. Сергей, я предлагаю тебе рассказать про компанию Calita Systems, как она появилась, какие были предпосылки, как она развивалась. Сергей, микрофон у тебя. Спасибо, Дмитрий. Коллеги, еще раз добрый день. Давайте я коротко расскажу о том, с чего все началось и к чему мы пришли. История создания компании уходит корнями еще в 2000-е годы, когда мы были студентами Мехмата МГУ. Тогда возникла идея написания программы оптимизации загрузки грузов в грузовое пространство. Собственно говоря, с изменением российского законодательства и появлением штрафов за превышение осевых нагрузок появился спрос на такие решения. Мы проанализировали, и нам показалась, что задача интересная. Решили написать вот продукт, траклодер, который может моделировать загрузку грузов в кузов, извините, с расчетом осевых нагрузок. Постепенно наши клиенты выдвигали все новые и новые требования, программа обрастала функционалом, и мы уже из программы, скажем так, превратились в программный комплекс, в котором есть веб-сервис для интеграции с учетными системами заказчиков и приложение траклодер, цифровая модель транспорта, о котором мы с вами сегодня обязательно поговорим. Спасибо, Сергей. Слово «трак» произносить бывает сложновато. Александр, я передаю слово вам. Расскажите о том, с чем столкнулся ваш клиент, какие были запросы у него, тоже как все начиналось и к какому результату вы стремились и пришли. Ну, собственно, началось все где-то в 2017 году, когда у нас пришли перевозчики с тем, что начали появляться штрафы за перегрузу на ось. Вот. В этот момент у нас нормативом считалось 20 тонн загрузка. И, ну, собственно, у нас вот появилась задача, да, найти какое-то решение. И вот нашли решение траклодер, да, и по статистике вот увидели, что помимо того, что можно избегать перегрузов, можно еще и оптимизировать расходы на транспортные перевозки. Александр, а как вы раньше планировались отгрузки по 20 тонн продукции? Ну, грузили по схемам склада, то есть была какая-то наработанная экспертиза, и грузили по каким-то стандартным схемам, то есть у каждого склада, у каждой площадки были свои способы. Расскажите, какие варианты решений вы рассматривали, как вы прорабатывали? Ну, собственно, смотрели разные варианты, то есть пытались там сделать свои самостоятельные схемы, исходя из того, ну, из измерений транспорта, общения с водителями. Но, собственно, все равно это показывало, то есть где-то машины, которые приезжали с датчиками, то есть они показывали, что есть перегруза на ось, да, машину нужно перегрузить. Вот, ну, уменьшить, естественно, массу заказа – это такой себе способ, то есть мы даже не стали его рассматривать. Весы как вариант, то есть взвешивать машины, и схемы загрузки. То есть вот пробовали взвешивать машину весами паусного взвешивания, сделали там какие-то усредненные машины, и потом вот с помощью моделирования пробовали смотреть, как это работает, и выбрали вот треклоудер моделирования. Впервые столкнулись с треклоудером. Сергей, тогда, может быть, вы как представитель компании расскажите про что, про продукт, чтобы вот можно было очень сразу понять, что он делает и какую пользу он приносит. Да, хорошо. Давайте я совсем прям коротко сейчас упомяну о том, что делает программа, так как мы, в принципе, по ходу будем еще какие-то более подробные вещи обсуждать. Треклоудер-система находит оптимальное решение, используя полученные данные по транспорту, по грузам и используя заложенные правила погрузки грузов. Это если коротко. Хорошо. Ну, давайте тогда, коллеги, расскажите про пилотный проект, который начался после того, как Александр Александрович. Наверное, вам лучше тут рассказать. На самом деле, Дим, да, я бы хотел рассказать, как я принимал непосредственное участие, то уж позволь мне, Александр меня поправит, если я где-то что-то не так скажу. Да, неправильно. Собственно говоря, был продуман план тестирования, проведения пилота, наметили цели и реализовали пошагово, собственно говоря, задачи поставленные. Мы взвешивали порожные транспортные средства, проводили измерения, ручное измерение, ну, то есть рулеткой порожного транспорта. Делалось это для формирования модели транспорта в программе. Далее брался какой-то заказ, который склад, но с моего усмотрения, ну, точнее, по схемам закатывал машину, и груженная машина взвешивалась на весах полосного взвешивания, для того, чтобы в дальнейшем нагрузки можно было сравнить. Еще одно взвешивание груженного транспортного средства делалось по схеме, предложенной траклодером. Это уже для проверки точности расчета в программе. В результате все полученные данные сравнивались, анализировались, ну, и делались соответствующие выводы. Давайте, Александр, тогда вот вы сейчас расскажите про результаты этого пилотного проекта. Ну, по результатам, в принципе, что мы увидели, что машины все разные приходят, то есть какой-то стандартный, прям вот стандартную схему сложно подобрать, потому что машины разные, массы разные, вес от 14-13 тонн до 18-19 тонн, то есть сама машина. Оси разные расположены, очень много машин нестандартных приезжает, которые, в принципе, нельзя грузить, даже 20 тонн, то есть там, ну, то есть вот эти все моменты, их мы начали отслеживать, увидели, когда начали вот прям вот непосредственно все измерять. Но были и позитивные, то есть мы увидели, что в некоторые машины можно грузить и больше, то есть там 1 плюс 1 плюс 2 тонны, то есть смело можно загружать, и ушли от вот этого стандарта в голове, что 20-тонник должен возить 20 тонн. Дальше посмотрели, увидели, что та модель, которую мы строим с помощью системы Trackloader и предварительного взвешивания машины на паузном хосях, она дает при контрольном взвешивании дает схожие результаты с тем, что смоделировал Trackloader, вот, ну и, соответственно, при догрузе там 1-2 тонны в эти машины увидели, что действительно есть потенциал, и эту можно использовать программу и догружать больше продукции. Ну, то есть результат пилотного проекта был положительный, вы увидели, что машины разные, конфигурации разные, мерить их, измерять их руками – это сложный процесс, который может далеко ошибиться, но, тем не менее, вы увидели также, что компания Trackloader с достаточной точностью моделирует. Да, тестовые погрузки, мы делали все вручную, от измерения машины до смоделирования схемы, то есть, и это занимало там где-то 2 часа на одну машину, вот, то есть полностью руками все процессы. Все педантично конспектировали. Хорошо, ну, я знаю, что после этого было принято решение о том, что это надо запускать продукцию, нужно интегрироваться в ваш контур, Сергей, тогда опять передаю микрофон вам, расскажите, какие вот вы перед собой основные задачи поставили по результатам пилотного проекта. Условно можно разбить на 3 части задачи по внедрению. Мы должны были научиться учитывать правила погрузки, комплектации продукции заказчика, должны были научиться получать исходные данные по транспорту, ну, и все это должно было работать, ну, должно было быть интегрировано в систему, во внутренний контур заказчика. Ну, тогда и по задачам, да, давайте расскажите нам, как это уже более детально было. Да, давайте с первой задачи по поводу правил погрузки. Значит, ну, решали мы, нужно было решать вопрос комплектации продукции на палетах, это формирование сборных палет, собственно говоря, решили, при этом программа может учитывать порядок обхода склада при формировании сборных палет. Также при формировании палет учитываются требования контрагентов, такие, как, например, ограничения по высоте палеты, массы палеты, ну, вообще формировать сборный палет или нет. Обязательно учитывается очередность погрузки заказов в кузов транспортного средства. Появилось такое понятие у нас в программе, как приоритетную отвязку палет из заказа, если что-то не входит в кузов, то отвязывается наименее приоритетный. Новое для нас было домотки, это когда грузовые места, они входят в кузов все, есть грузы с определенными там признаками, которые можно разделить по рядам, и за счет того, что мы делим одно грузовое место, мы раскладываем их, как бы увеличиваем другие грузовые места, высвобождая пространство. Все это, естественно, работает в фоновом режиме, в связке с отказоустойчивыми веб-сервисами. Хотелось бы еще сказать, что пока мы работали с заказчиком, то есть нам постоянно какие-то пожелания высказывались по работе. Так вот одно... Ну, и мы стараемся вообще, говоря, всегда слушать всех наших клиентов. И вот одним из последних таких изменений было, меняется формат упаковки на предприятии, палет там собирается как-то по-другому, и выясняется, что этот палет стал, ну, скажем так, неустойчивым, что ли, при транспортировке. Вот мы последние изменения вносили в алгоритм, появился признак неустойчивых палет, и система отрабатывает с этими палетами, скажем так, иначе, чем раньше. Давайте перейдем к примеру. Хотелось бы рассказать, ну, привести пример вот такой, там, средний какой-то заказ, в том плане, что, ну, такие бывают каждый день, там, через день. Но он не самый простой. Сейчас я возьму курсорчик, указку. Так, в данном кейсе показана загрузка трехочередностей, то есть едут три клиента. Последним будет угрожаться клиент, который высказывает пожелание не привозить к нему высокие палеты. На этапе формирования грузовых мест траклодер убирает ряды продукции с этих палет и подгоняет их под высоту заказчика. Поставили грузы в кузов первыми. Следующий заказ у нас клиент говорит, что мы не хотим видеть сборные палеты, но можем видеть сэндвичи. Программа отрабатывает и эту функциональность, она не делает сборные палеты. И сэндвичи, это когда один из каю на одном палете собирается и потом разрешается их друг на друга как бы стопочки сложить. Вот. Программа собирает эти сэндвичи. Ну и опять требования соблюдены. Третий клиент, ну, ничего, скажем так, особенного, он разрешает сборные палеты, более никаких претензий и пожеланий у него нету. Соответственно, мы его размещаем в третьей очередности. Машина загружена полностью, правила клиентов соблюдены, то есть функционал отработал, показал себя как надо. Ну и данная схема, она понятна сотрудникам склада и совершенно спокойно закатывается на предприятие. Дмитрий? Да, в пилотном проекте вы говорили о том, что измерение транспортных средств производили вручную, это бы дало долго. Расскажите, как вот вы проблему эту решали в рамках большого интеграционного проекта? Да, ну, здесь, собственно, как раз вот стояла у нас задача сократить время с двух часов до какого-то приемлемого решения, то есть найти вот это решение. Пробовали следующие какие-то варианты, ну, следующие варианты, то есть мы пытались через перевозчиков, через СТС собрать информацию через ТМС-системы, то есть перевозчики в подтверждение заявки из СТС по тягачу, по полуприцепу добавляли данные, плюс писали количество осей, и вот эту историю мы применяли для того, чтобы в траклоудер выбрать тот или иной тип транспорта и под нее сделать схему. Не очень удобная история, потому что перевозчики ошибаются, плюс в СТС, как оказалось, может быть информация тоже далеко неправдивая, то есть там заявлены одни характеристики, как правило, которые идут от завода-производителя, и никто их не перепроверяет, но по весам проезжает машина, и там 2-3 тонны разницы смело может быть. Собственно, дальше пробовали поиск каких-то вариантов, быстро как-то замерять машину в автомате, но это тоже не получилось, и в итоге мы пришли к варианту весов, то есть нашли поставщика весов в России, с довольно точных весов, плюс с точностью 20 килограмм, по-моему, 20 или 40, или 20, сейчас не помню, на 40 тонн, то есть такая погрешность прям очень минимальная, и для того, чтобы там линейными расстояниями дополнить, а здесь надо было важная история, это вот по оси, то есть междосевые расстояния найти, найти, где у нас находится сцепка, то есть где полуприцеп соединяется с тягачом, это тоже как бы важный параметр для расчета схемы загрузки, и часть задач с весы справлялись, но пришлось вот их дополнить фотографией, и компания Калитату как раз пошла нам навстречу, разработала алгоритм считывания вот этих вот междосевых расстояний, что, собственно, вкупе с весами нам дало быструю съемку данных по машине. Сергей, дополняйте. Да, давайте я вкратце расскажу, как это все происходит. Ну, как вообще разрабатывалось. При разработке данного программного решения мы использовали методы компьютерного зрения. Камера фиксирует нужный объект в кадре, и полученный фотоснимок обрабатывается алгоритмом программы TrackRuler в сочетании с информацией от весов и распознанными габаритами от TrackRuler, извините, цифрованная модель, которая создается в базе данных программы. По одной фотографии, да, или пока транспорт проезжает на взвешивание? По фотографии, в момент, когда он подъехал и собирается начать взвешиваться. Замечательно. Совершенно неинвазивный способ. Хорошо. Сергей, тогда про третью задачу, про саму интеграцию. Да, давайте я расскажу про схему. То есть наша задача была встроиться в бизнес-процессы с минимальными, скажем так, как бы сказать, ну, в общем, чтобы минимально затронуть текущие бизнес-процессы, не дай бог их не замедлить. И на данной схеме представлена, собственно говоря, последовательность прохождения водителя на машине от въезда до выезда. На первом этапе происходит регистрация водителя на терминале, после чего он следует на машине к весам паузного взвешивания, где мы делаем фотоснимок, и его начинает обрабатывать трак-руллер. В этот момент транспортное средство проезжает весы, данные от весов по осям соединяются с данными от, ну, габаритами распознанными от трак-руллера, и делается запись о транспортном средстве в базу данных. Затем машина следует на склад, и пока она это делает, по сути, выполняется расчет загрузки, схемы в конкретное транспортное средство конкретным заказом. То есть на склад приходит информация, как нужно грузиться, схема погрузки, склад выполняет данную работу, закатили машину по схеме, машина пошла на весы. На весах формируется акт взвешивания, в котором написано, что прогнозировала система, то бишь трак-лодер, какие нагрузки будут, и что по факту мы видим на весах. Прикладывается схема загрузки, и транспортное средство уходит с предприятия. Каждый этап, который мы с вами проходили, он записывается в базу данных, и может быть выгружен, вся информация может быть выгружена в виде статистики, проанализирована, ну и сделаны соответствующие выводы. Замечательно. Почти полная автоматизация. Александр, как лидер проекта, какие результаты расскажите, что получил ваш клиент, и что вы наблюдали в ходе и по результатам этого процесса внедрения, ну и эксплуатации, конечно. Да, ну, что сказать. Во-первых, мы долго готовились к запуску, то есть продумывали все детали, поэтому, в принципе, запуском удовлетворены полностью, то есть мы запустились, проблем практически там не было, может какие-то... Ну вот я не помню, что было что-то там, даже не то что критическое, а вот даже мелкие какие-то проблемы в принципе, наверное, отсутствовали. То есть запуск был отличный. Потом по окупаемости, действительно, мы в первый же год окупили затраты все на проект и даже получили, начали получать экономию бюджета. Вот. Достигли где-то на текущий момент у нас, да, там порядка плюс 9% увеличилась средняя загрузка. Ну, тут все зависит, конечно, там от клиентов, да, от их возможностей. То есть там свои перемещения все быстро делается, да, взяли, подняли, поехали, да, с клиентами, конечно, там переговоры, но тем не менее, средняя по всей компании, да, вот там увеличилась на плюс 9%. Вот. Какая-то экономия по времени загрузки? Ну, время загрузки по сравнению с теми процессами, когда была какая-то стандартная схема, она скорее осталась на том же уровне, но вот те процессы, когда машину надо было перегрузить, они, конечно, ушли. То есть вот эта история полезная, потому что сразу загрузил машину правильно по схеме, и если у водителя там есть датчики, то они действительно все подтверждают, да, и водитель, и не надо машину не перекатывать, не перегружать. Вот. Что еще? Точность, вот ту точность, которую вы наблюдали в пилотном проекте, подтвердилась ли она по итогам эксплуатации после интеграции? Да, если мы, то есть вот получаем все характеристики машины, получаем схему, и потом загружаем машину именно по этой схеме, то точность там близка к 100%. То есть именно это нам и позволило дополнить даже, вот, я говорю, там, по одной-две тонны, там, в зависимости от направления, от ситуации, да, догружать в машину. Вот. Не могу не спросить, как насчет штрафов после введения в эксплуатацию? Был случай, ну, вообще штрафов не было, да, то есть вот штрафов не было. Был случай, он скорее такой, наверное, проблемный. Пришел штраф, значит, это было где-то в начале этого года или в конце прошлого года был штраф, значит, он пришел с автоматического весового контроля с федеральной трассы, где-то в районе Самары, по-моему, нас, перевозчика, оштрафовали, что мы загрузили машину, я не помню, тут что-то 46 тонн машина была с грузом. Вот. Мы подняли, еще раз, перевозчик к нам вернулся, посмотрели вместе с ним документы, посмотрели загрузочную видность, что у нас загружалось, посмотрели схемы траклоудера, акт взвешивания, и с этими документами собственно перевозчик уже пошел в оспаривание штрафа. И успешно оспорил. Ну, вот, я, к сожалению, не знаю, чем закончилась эта история, но мы все, то есть вот все документы были предоставлены, я думаю, да, ну, можно уточнить, но мне кажется, да. Потому что мы больше с этой историей к нам не возвращались. Замечательно. У нас еще такой вот график, Александр, может быть, тоже прокомментируйте, это, я так понимаю, выгрузка из вашей системы. собственно, да, можно посмотреть на графике следующую картинку, это, по-моему, рефрижераторы, да, то есть у нас различные типы транспорта используются, и это здесь как раз вот статистика по рефам, сколько мы их грузим, синенькая полосочка. То есть, извините, слева, слева у нас это тоннаж, да, левая шкала. Значит, правая шкала это тоннаж, левая шкала это количество транспортных средств, отгруженное с таким-то ножом, собственно, вот видно тут, да, такое нормальное распределение по количеству транспортных средств, серые столбики. И, ну, например, там, какой-нибудь, вот, берем вот, да, здесь серый столбик, это значит, вот такое количество машин, значит, в районе, там, тысячи машин было отгружено с весом чуть меньше, там, 20, чуть больше 20 тонн, да, но по ним потенциал вот такой, то есть там 22 тонны, то есть эти машины смело можно было грузить 22 тонны, вот, то есть вот зеленый это наш потенциал. Ну, и потенциал, я полагаю, он будет отличаться от типа транспортного средства, типа груза перевозимого и других параметров, но он есть. Да, но зимой мы, естественно, там перестрахуемся, не грузим, то есть это тормоз, тормоза рефы, которые сами по себе тяжелые, и у них там потенциал небольшой, если там смотреть на тента, то там чуть выше вся история. Вот. Ну, и тут я говорю, что это средняя, да, загрузка, то есть там и смотреть по линиям там межфилиала, например, да, то там, конечно, все гораздо интереснее. Если там клиентские, то они могут, ну, сам клиент, может заказать 15-го, мне больше не надо, и тут действительно только уже переговоры с клиентом. Замечательно, мне кажется, это замечательный результат. Тогда мы идем дальше. Прежде чем мы перейдем к сессии вопросов и ответов, Сергей, я предлагаю вам рассказать чуть подробнее, но не очень долго, про возможности и функционал продуктов проколдер и прокрублер. Хорошо, спасибо, Дмитрий. Постараюсь коротко. Наш программный продукт умеет работать с различными типами транспортных средств, в основном, конечно, пользуются погрузкой грузовиков, фур и тандемов, но и другие типы транспорта можем рассчитывать. Есть различные свойства, признаки грузов, которые учитываются при расчетах нашими алгоритмами этой очередности и приоритеты. Хрупкость, чтобы не испортить продукцию, ярусы туда же можно отнести к этим свойствам. Необходимая опора снизу, чтобы груз не сильно свисал, упор спереди, чтобы хорошо упирался грузик в другой. Есть на этапе получения задания и перехода к расчету дополнительные обработки, которые благодаря нашим клиентам появились. Это политизация грузов, формирование сэндвичей, выполнение домоток, кто-то использует усреднение грузов и разбиение заказов. Различными алгоритмами считаются задачи наших любимых клиентов и многообразных. Давайте я покажу на слайдах, какие, в принципе, задачи нам встречаются. Самое распространенное, не буду скрывать, палеты в один ярус с целью нахождения оптимального расположения, то есть соблюдением баланса осей, баланса нагрузок на оси. Верхняя картинка это обычные европалеты расставили, внизу у нас уже палеты со свисанием, появляются причудливые колодцы, пятерки, некоторые компании этим пользуются. В контейнера, кстати, такие же я показываю, курсор не включил, в контейнера тоже получаются такие укладки. Балансировка нагрузок на оси при формировании, при погрузке палет в два яруса. Тоже востребуемый функционал среди наших заказчиков. Не так давно мы разрабатывали алгоритм загрузки прицепных автопоездов по желанию нашего клиента с соблюдением очередности погрузки и признака подъездности к магазину. То есть если коротко цифрами отмечены очередности выгрузки и можно заметить, что возле первой очередности третья, пятая, а не вторая. Это вызвано обусловлено тем, что автопоезд просто не может подъехать и разгрузиться прицепом во второй точке. Значит, водитель в первой выгрузится, потом подъедет ко второй, отцепит прицеп, выгрузится во второй, сцепится. В общем, может быть, может показаться, не очень удобно, но это на самом деле практика компании, и это работает такая схема. Вот пришлось научить алгоритм вытворять такие же штучки. Извините. Максимизация грузов, загрузки в кузов по объему. Тоже достаточно давно и успешно мы решаем эти задачи с нашими клиентами. когда грузы не очень тяжелые и на осевые нагрузки внимания не обращают, важно меньше вести воздуха. Вот решаем такого плана задачи. Загрузка грузов цилиндрической формы применяется давно нашими клиентами. Это и использование функционала телескопирования труб, когда трубы друг в друга вкладываются, и погрузка катушек, рулонов с учетом балансировки нагрузок на оси. В общем, алгоритм достаточно многогранен. Есть клиенты в металлопрокате. На верхнем рисунке показана раскладка клиента, у которого заказы не очень тяжелые на фуру, но продукция имеет определенные хрупкости, свойства, и это заставило нас очень много приложить усилий к разработке алгоритма для соблюдения вот этих всех правил, требований клиента. Чуть ниже это у нас идет труба в пачках, тяжелые, длинные пачки, которые нужно грузить с отступом всегда, невозможно их поставить к торцу в силу специфики погрузки краном, верхней загрузки. Ну, вот приходят с такими задачами к нам коллеги, мы решаем вместе с ними. Давайте теперь расскажу подробнее о тракруллере относительно новом нашем продукте. контейнер. На самом-то деле это не такое уж и простое решение, что взял фотографию, нашел, измерил расстояние и вперед. Очень важно правильно найти нужные объекты, сгруппировать оси в правильные тележки, чтобы получилась правильная конфигурация, правильный тип транспортного средства определить, контейнер уже, и это важно для заказчиков. Схема для обычной фуры не подойдет в контейнер, и важно заранее сказать, что надо грузить по-другому. Сейчас популярны транспортные средства с выносными осями, умеем работать с ними, постоянно проезжают машины с ленивцами, что делают весы, когда по ним проехал пятиосник с поднятой осью, они скажут, что это четырехосник, тут необходимо, ну, то есть и в базу может полететь неправильно машина, но тракрулер умеет исправлять эту ситуацию, он определяет, что есть ленивец, он видит, что весы этого, ну, скажем так, этого не увидели, дополняет работу весов своим анализом, и в итоге в программе появляется оцифрованная модель корректного транспортного средства. за время работ все извините, и все это делается автоматически, да, то есть это вот нейронные сетки, искусственный интеллект, и прочее, прочее. это, ну, честно скажу, то есть мы сталкиваемся с проблемой и решаем ее, вот я как раз к этому подошел, да, все это искусственный интеллект делает, мы не можем влиять на жизнь площадок, да, людям нужно ходить, машинам нужно проезжать, они попадают в кадр, собственно говоря, вот мы потихоньку или не потихоньку обучили алгоритм по распознаванию, что закрытая первая ось, это ничего страшного, мы ее находим, лишнее колесо в кадре мы не привязываем к этой машине, которую мы сейчас обрабатываем, а понимаем, что это колесо не относится к тому типу, к тому транспортному средству, которое мы оцифровываем, плохое освещение, умеем работать, плохие погодные условия, снег, дождь, то есть все это, через все это мы прошли, и научились обрабатывать данные стенки в том числе. И это все благодаря тому, что вы огромное количество транспортных средств идентифицировали, пометили, обучили свои модели и вот благодаря этому я полагаю, что и продолжайте обучать, это очень здорово. Да, извини, вот продолжаю. Процесс обучения он, ну, нельзя его назвать конечным, скорее, бесконечный, потому что всегда будут всплывать те или иные нюансы. Вот. И хотелось бы вам рассказать о нашем, скажем так, новом, нововведении. Мы с вами сейчас рассмотрели кейс, в котором рассказали о том, как взаимодействуют весы в сочетании с системой нашей, с приложением Trackloader, TrackRuler, но на текущий момент мы можем предложить решение, которое будет работать без весов. Мы разработали и внедряем аналитическую систему вот у заказчика, да, извините, повторюсь, без весов. она будет распознавать габариты транспортного средства, а также начальные осевые нагрузки, что позволит в дальнейшем планировать в эту модель транспортного средства загрузку своих заказов. Да, еще давайте отмечу, что вот, Дмитрий, ты упоминал обучение. У нас есть данные несколько сотен тысяч статистических проездов, фотографий, на которых мы, собственно говоря, и проводим обучение нашей системы и будем проводить для повышения качества работы наших приложений. Ну, это говорит о том, что уже много десятков тысяч, как ты сказал, транспортных средств было сфотографировано. Хорошо. И немного про интеграции. Да, ну, что касается интеграции. За время общения с нашими любимыми клиентами мы научились взаимодействовать с ВМС-системами, с весовыми комплексами различными, умеем работать с EDM-системами и имели опыт взаимодействия с ЕМС-системой. На текущий момент даже есть утилиты для интеграции с ВМС-ками и весами. То есть мы можем забирать данные из базы ВМС по части заказов и можем забирать данные, которые записывают весы в свою часть базы. Все это мы заберем, обработаем и в результате получается схема погрузки. Можно отметить, что через утилиты интеграция проходит быстрее месяц-два. Неинвазивная такая интеграция. Хорошо. Коллеги, прошло 45 минут. Мы первую часть завершили. Здесь вы видите контакты компаний и адреса в интернете, где можно посмотреть, узнать, как работают эти продукты, посмотреть на YouTube-канале видеообучающие и не только обучающие. Сергей, Александр, спасибо. Тогда мы переходим к вопросам. Я буду зачитывать из чата. Можно дополнить. Сейчас, когда у нас такой вот на транспортном рынке дефицит водителей, действительно, вот эта история с увеличением грузоподъемности это просто находка, то есть она позволяет увеличить до 10% сэкономить на бюджете, но самое главное, что сэкономить на водителях, то есть меньше теми же водителями перевозить больше объем. Да, это еще один необычный такой. Спасибо, Александр, за за комментарий. К вопросам переходим тогда. Коллеги, наши Костя, пишите в чате, им уже много вопросов, и я начинаю зачитывать. Сергей Александр, выбирайте, кто из вас будет отвечать. Первый вопрос от Константина Новикова. Умеет ли система работать со сборными палетами, а в идеале составлять сборные палеты в зависимости от требований клиентов? Давайте я попробую ответить на этот вопрос. То есть, да, я озвучивал, что мы собираем, делаем сборки, там, про порядок обхода склада говорил, но чтобы быть там на 100% уверенным, то, что ваши клиенты будут собраны правильно, тут нужно посмотреть на требования, то есть, и уже после этого я смогу сказать вам, можем мы вот взять здесь и сейчас собрать палет, так как вас просят об этом заказчик. Ну, то есть, ответ да, но... Да, но нужно посмотреть на требования, да. Да, Константин продолжает, также интересует, как реализован процесс погрузки транспортных средств по схеме, рассчитанной треклоудером, каким образом передается информация к удовщику или водителю погрузчика и как она используется в результате погрузки. Так, давайте отвечу, да, отвечу я. Значит, смотрите, здесь мы реализовали следующий момент, когда машина проезжает по весам и в ERP системе либо весы запускают процесс создания схемы, либо администратор склада запускает создание схемы, начиная комплектацию груза, то есть, что было раньше, то и запускает, точнее, что было позже, то и запускает процесс создания схемы. Схема приходит на электронную почту администратору склада в автоматическом режиме, то есть, нажал кнопку скомплектовать груз, дальше где-то две минуты и у него появляется схема на почте. Сейчас у нас идет реализация, плюс есть ссылка на эту схему в ERP системе, плюс кладется в общую папочку эта схема, ее можно там всегда найти и достать, плюс естественно в базе данных записывает вся информация по этой истории, чтобы потом можно было там как-то посмотреть, либо статистику собрать, обработать, посмотреть, что где можно улучшить. сейчас мы реализовываем схему в Ярде, потому что часть там складов работают с Ярд менеджментом и им удобнее смотреть сразу в системе Ярд, проехала по весам, тут же схема, то есть схему распечатывают, выдают бумагу вместе с загрузочной ведомостью кладовщику, он уже собственно в свою очередь передает водителю погрузчика и тот грузит машину по схеме. И вот та разработка, к которой мы там еще не приступили, но есть желание, это реализация на терминале групп погрузчика выводить сразу схему загрузки, то есть чтобы не печатать бумагу, а сразу в автоматическом режиме водитель погрузчика видел, какой палет куда надо завести. Такая история. Спасибо. Следующие три вопроса от Михаила Калинина, я их все озвучу и потом коллеги посмотрите сами, кому будет удобнее на них ответить. Насколько схема погрузки гибкая? У нас, например, у Михаила, где он работает, используется сканирование штрих-кода пропуска перед взвешиванием. Он имеет в виду, насколько возможно отступление от неопределенных пунктов. Даже не знаю, что значит в пунктах. И также интересно, есть ли в вашей программе возможность интеграции с существующими системами взвешивания, например, Platform Station от Enzo M. Сергей, наверное, это к тебе лучше. Да, сейчас, секундочку. Ну, по поводу последнего вопроса, возможности интеграции с существующими системами взвешивания, да без проблем. У нас веб-сервис, который готов принимать информацию от любой системы. то есть если мы говорим про передачу от весов нам, то, пожалуйста, передавайте, у нас есть определенные форматы, они описаны и там даже в открытом доступе они лежат. Если речь идет про утилиты, про которые я говорил, которые могут обращаться в базу данных весов, то тут надо посмотреть на формат баз данных и, собственно говоря, я думаю, тоже особых сложностей не будет. сделав раз с одной системой, проблем не должно возникнуть. А вот по поводу насколько схема погрузки гибкая, я тут, честно говоря, не совсем понял про сканирование штрих-кода. Может быть, Михаил, мы с вами можем отдельно, чтобы сейчас не затягивать, я могу с вами связаться, например, завтра пообщаться, мы разберемся. Я может подскажу здесь, то есть у нас мы тоже вот когда была история с интеграцией, как синтегрировать вот информацию, которую передают весы с ERP-системой, как связать вот эту всю историю, мы пошли почему через QR-код, потому что тут удобно, когда водитель при регистрации получил талончик, в этом талончике сразу вся информация была записана, и когда он проезжает весы, весы уже машину эту связывают с тем, что в ERP. но изначально то есть мы смотрели также через камеры распознавания номера и просто передачу информации по машине в базу данных, но пошли через QR-код, потому что нам важно было, ну то есть вот мы как раз выбрали два пути запуска, либо это весы инициирует запуск создания схемы, либо администратор склада, то есть что позже происходит, то и инициирует, поэтому вот мы пошли через такой момент QR-кода, да, поэтому мы пошли вот через момент создания QR-кода, а так я думаю партнеры могут там все что угодно сделать. Михаил, если мы не совсем точно коллеги ответили на вопрос, то вот есть контактная информация, рассказывайте, как у вас кликовая специфика, и коллеги вам обязательно ответят. Так, Сергей Орешкин спрашивает, подскажите, на этапе подбора заказа для клиента и оценки вместимости транспортных средств система может быть использована? Тут, видимо, речь идет о том, что есть заказ и подбери мне то транспортное средство, которое будет наполнено максимально, то есть, чтобы я не заказал фуру, а заказ займет полфуры, я правильно понимаю? Вероятно, да. Нет, я смотрю в чат, может быть, тут мне сразу же хоп. Ну, в общем, давайте, да, не буду ждать. Нет, у нас система не подбирает транспортное средство автоматически, но если человек работает в программе, он может выполнить расчет, увидеть цифры, насколько занято пространство и понять, какую машину ему подставить и выполнить перерасчет. Результат он в итоге получит. автоматически это не делается, к сожалению. Хорошо. Михаил Шустав. Добрый день, подскажите, как ты учитываете, проверяете количество топлива в баках на этапе взвешивания перед погрузкой? Это, наверное, к Александрову уже. Да, была такая история, как раз тоже мы это продумывали, она у нас проходит через тот же самый QR-код, то есть водитель при регистрации выбирает, какое количество топлива он может долить. Там просто кнопочки, он приехал на территорию, зарегистрировался и система спрашивает, можете долить топлива, 100, 200, 300, он выбирает. И дальше эту информацию мы используем перед расчетом. Ну, а если говорить про траклодер, то это программное обеспечение оно догадаться не сможет, насколько заполнены баки, к сожалению. Ну, либо как-то ему это передать. Хорошо, Дмитрий Тимашов, добрый день, собирались ли госномера прицепов для идентификации в будущем? Да, ну, вот в нашем кейсе получается мы собираем номер машины и номер полуприцепа, то есть они ведут связки и дальше их характеристики. И если эта машина, то есть эту машину можно уже не пропускать через весы, она приезжает на территорию, мы в ERP-системе запускаем комплектацию и автоматом применяются уже характеристики данного транспортного средства. Хорошо. Вопрос от Ивана Чаликова. Коллеги, обозначьте, пожалуйста, стоимость программного обеспечения TrackRuler и стоимость оборудования для его использования. С какими весами работает этот комплекс? Может быть, какое-то среднее или это цена зависит от клиента, Сергей, может быть, какие-то... так, ну, смотрите, по поводу того, с кем мы работаем, с какими весами, я уже говорил, не принципиально. Если говорить про лицензию TrackRuler стоимостью 250 тысяч в год. Что касается оборудования, нужна камера, ну, ее стоимость, вот последнее, что мы покупали, 10 тысяч рублей. Дальше это все нужно соединить, завести в сеть и, собственно говоря, развернуть программное обеспечение. Вот. Ну, если про лицензию, я ответил. Да, ну, и разворачивание это уже какое-то переменное стоимость, зависит от специфики площадки. Еще вопрос от Михаила Шустова. Умеет ли алгоритм отличать изотерм от тента? Это, видимо, опять таракрулеру вопрос. Ну, тут нужно понимать, для чего это делать. Вообще говоря, насколько я понимаю, насколько я помню, мы определяем тип кузова, только я не знаю, зачем это делать. Извините за прямоту. Ну, тут, наверное, если задача такая появится, то... Да, от А, от А, определяем. Хорошо. Наталья спрашивает, правильно ли она поняла, что при наличии на площадке полосных весов вы быстро сможете внедрить тракрулер. Когда схема будет считаться приезжающий транспорт? И тогда, да. будет, только, мне кажется, вы, Дмитрий, пропустили. Да, мне кажется, нет. Можно ли при наличии на площадке полосных весов сможем, сможете ли вы быстро внедрить тракрулер? Сможем. Как я говорил, ну, то есть, да, месяц-два, и, в принципе, все заработает. Хорошо. Екатерина Моисеева спрашивает, какое оборудование требуется для автоматизации расчетов схемы? Если мы говорим про тракрулер, который работает в связке с весами, то, по хорошему счету, ну, из оборудования нужна камера, которая будет подключена, заведена в сеть, чтобы передавать информацию. Вот. Если мы говорим про систему, о которой я сказал, работа без весов, то там нужна камера для считывания переднего номера, госномера, заднего госномера, соответственно, боковая, опять же, камера, ну, и что-то должно останавливать машину, потому что, ну, то есть, это светофор. Вот, по-хорошему, это все объединяется в какой-то, в какой-то контур, заводится в сеть, и дальше уже наше программное обеспечение управляет всем этим. Михаил Калинин спрашивает, умеет ли система работать с деформируемыми грузами? Нет. Если коротко, да. Хорошо. А Вера Чуднова интересуется, есть ли какая-то тестовая программа для расчета без весов? Тестовая программа для расчета? Да, конечно, трекодер. У нас, вот, вы видите сейчас почту инфо, обратитесь, уточните, какого плана задачи, сразу, чтобы сэкономить время, уточните, что вы грузите, во что вы грузите, какая цель, то есть, расчеты севых нагрузок, оптимизация по объему, вот, мы проанализируем информацию, скорее всего, зададим дополнительные вопросы, обычно мы показываем клиенту, что вот так решаются ваши задачи и предоставляем тестовый сервер. На сервере пользователь может самостоятельно работать в полнофункциональной версии программы, ограниченной по времени, но бесплатно, и мы консультируем пользователей, чтобы им было быстрее, стало ясно, что продукт их или есть какие-то недоделки, что-то не устраивает. Что-то еще для клиента надо будет поделать. Хорошо, Валерий Тарасов спрашивает, может ли использоваться система при разнохарактерном грузе, тяжелый, необъемный и легкий, кубатурный, средне-тоннажных авто с несколькими грузополучателями. Ну, смотрите, тут тоже нужно понять, какова цель, то есть осевые нагрузки, не осевые. В принципе, да, мы создаем груз, я не знаю, 10 на 10 сантиметров и говорим, что он весит тонну, и груз там полтора на полтора метра и весит он там 100 килограмм, но никаких проблем, это две геометрические фигуры с определенной массой, которую мы расставим по кузову. Хорошо. Так, вопросы в чате пока все. Сейчас я смотрю, может быть, кто-то хочет задать голосом. Если хотите, то поднимайте руки, а вдруг кому-то некомфортно или неудобно писать. Так, вижу пока только значок огонька. Так, Андрей пишет, есть ли техническая поддержка решения трак-рулера и трак-лоудер? Да, у нас в компании есть, скажем так, разноуровневая поддержка, и, в общем, и то, и другое решение поддерживается как вместе, так и по отдельности, как круглосуточно, так и в рабочие дни, в зависимости от нагрузки, которая испытывает предприятие заказчика. То есть, если мы, ну, в общем, да. из того SLA, который вы заключили с заказчиком, это понятно. Тестовое пользование платное? Прошу Вера Чуднова. Бесплатное. Вера бесплатная. Да, сразу же оговорюсь, лучше всего, если вы хотите попробовать работать в нашем решении, понимать, что у вас там будет неделя относительно незагруженное, не перед отпуском про сети демо-доступ, а вот, ну, будет возможность поработать в программе, потому что мы вам будем звонить и пытаться вам помочь поработать в нашем продукте. Вера, надеюсь, Сергей вам ответил. Наталья спрашивает, какая погрешность при измерении трак-руллера при определении габаритов? Ну, какая-то статистика, может быть, вами собрано, какие-то, может быть, даже какими-то математическими термины можно броситься? Ну, как-то можно оценить ее, Сергей, в каких-то помогаях? Я, честно, не готов, не знаю, я вот тут затрудняюсь ответить насчет статистики. Хорошо, ну, ее можно запросить у наших инженеров. Так, давайте я сейчас посмотрю еще на руки, рук нету. Вы знаете, как, вот я про, можно я обтекаемо скажу про измерения. Я видел работу весов, которые измеряют межосевые расстояния. То есть, когда машина проезжает по весам, они так говорят, вот такие-то будут межосевые расстояния. Так вот, мы меряем значительно точнее. И как так получается? То есть, механический способ измерения? Разные весы. Александр, я сейчас не про ваши. У меня опыт работы с другой компанией, которая изначально, ну, у нас просто была сделана интеграция, и нам весы такие, вот вам межосевые нагрузки, вот вам межосевые расстояния, мы смотрим, а там ничего из реальной жизни нету, то есть, там нет таких машин. И все, и перестали мы работать с этими данными от весов, потому что они некорректны. Мы точнее. Может быть, не откалиброваны были? Да нет. Ну, хорошо. Андрей Ерофеев спрашивает, умеет ли программа работать в одной машине с несколькими грузовыми местами и двумя-тремя ярусами? В принципе, да, я видел, как решаются такие задачи, но, естественно, прежде чем вам сказать там купайте, давайте попробуем решить их. То есть, вы нам дадите примеры, одну, там, две машинки посчитать, я посчитаю, или мои коллеги, и получится, полученный результат мы вам покажем, презентуем, если он вас устраивает, значит, все хорошо, если нет, значит, нам есть над чем подумать в нашем продукте. Да, или доработать его. Екатерина Моисеева спрашивает, планируется ли расширение функционала по загрузке в вагоны, в том числе варианты крепления грузов? Ох, с вагонами все непросто на самом-то деле, потому что мы, с одной стороны, их умеем грузить, а с другой стороны, вот эти вот вещи, которые вбито 100 гвоздей, брус с сечением 50 на 50, вот эти вот все требования от РЖД, но мы этого не делали в программе. То есть, у нас есть пример работы с Газпром нефтесмазочными материалами, которые просили, ребята, сделайте там так, чтобы под крышу вот пол вагонов этих покатывая вставал палет, то есть, ярус второй и вот посерединке таким гребешком вставал. Взяли, сделали, ну, собственно говоря, такие вещи мы можем сделать. Я не уверен, что мы будем брус прибивать и как-то это дописывать. Хорошо. Константин Новиков, в случае сборной отгрузки исключает ли система риск перегруза осей после выгрузки части груза клиента? Система информирует наших пользователей о том, что, возможно, будет превышение. Как вы распорядитесь этой информацией решать вам? Потому что, ну, вы наверняка сами знаете, да, что если водитель, водитель просто откажется переставлять что-то, а если вы измените сразу же схему, чтобы там было без перегруза после первой точки выгрузки, то может так получиться, что у вас первая точка выгрузки не вся войдет. То есть тут в общем и целом мы предупреждаем. В общем и целом пользователь может переделать специально после первой разгрузки вторую схему и отдать две схемы водителю, но это уже нужно как бы решать на стороне бизнеса, какой путь они выберут. Да, вот мы реализовали как раз две схемы погрузки, то есть печатаются две схемы. Первая схема это док клиента 1-2, вторая уже непосредственно что нужно сделать, чтобы там доставить пару палет откатить назад, чтобы не было перевеса. Константин добавляет, есть ли вариативность при загрузке то есть вариантов решения одной задачи? Константин, допишите в чат, да, что такое вариативность, да, так и есть. Мы предлагаем одно решение, его можно, ну да, все одно, только нет, мы не предлагаем несколько вариантов загрузки. Ну то есть задача решает находить какой-то локальный максимум, да, и все остальные будут там хуже. как и при вынужденных вычерках, недогрузах, мы тоже говорим, там, недогрузишь вот это, там, груз 1, груз 2, груз 3, то есть не предлагаем на выбор. Мне кажется, это усложнит жизнь людям, когда ты предложишь много вариантов, то есть нужно работать четко, вот решение, вот используй. Да, ну и это наиболее эффективно наверное будет. я сейчас еще смотрю на руки, рук нету, вопросы, может быть, давайте я секунд 10 подождем, вдруг кому-то еще что-то в голову придет. Я еще раз напоминаю, вот Константин про сборные варианты, например, первый вариант максимальная грузовместимость, но риск после выгрузки первого клиента, а второй вариант меньше вес, но исключен риск при выгрузке клиента один. Сергей? Я думаю. Да, здесь на самом деле зависит от бизнеса, то есть когда мы у себя решали эту задачу, нам партнеры предлагали варианты, то есть программа может и так, и так, то есть это зависит от бизнес-решения. Ну да, мне что-то, Александр, поправьте, если я сейчас не туда пойду, мне кажется, это через приоритеты решается. Ну у нас, там приоритеты клиентов, потом мы внедрили там между, межфилиальные, то есть, если там попадается, то приоритеты грузов, то есть, есть какие-то, которые там менее приоритетные, и если вдруг появляется вероятность штрафа, то система автоматом показывает, выдает схему и говорит, вот эти два палета такие-то не догрузите, потому что, чтобы не избежать штрафа. Это и как для одного клиента, как для двух точек доставки, то есть, вся эта история проходит. Вот, в автоматическом режиме нам подсвечивается это все. Ну, то есть, эти приоритеты, они определяют некие параметры? да, это определяется, я думаю, бизнесом, то есть, но программа это все точно вот делала и делает под нас, то есть. Ну, я, может быть, добавлю еще, что она не сама определяет, ей подсказывают, вот тут пишется, штраф за недопоставку, приоритет, какой приоритет выше, штраф за недопоставку либо риск штрафа за перевес, вы определяете и, собственно говоря, ну, подсказываете. То есть, сама программа не придумывает приоритетов. Ну, а есть какая-то возможность такую бизнес-лайку не реализовать или ее лучше откуда-то еще брать? в принципе, при постановке задачи, я думаю, можно сделать все, что угодно. Главное, четко сформулировать мысли и, ну, то есть, понимать, к чему идем. Разные вещи мы делали, поэтому я думаю, что можно, нужно сформулировать. Алексей, вот, Ерофеев, видимо, комментирует, что никто не будет перераспределять чужой груз на местах выгрузки, поэтому, естественно, развесовка, она поплывет. Да? Если везешь к себе на какую-то промежуточную точку, где там твои сотрудники, то там, может быть, можно. Ну, в общем, это можно рассуждать на эту тему достаточно долго. Да, Сергей, может быть, прям, вот, раз мы еще общаемся, может быть, пару слов, как вот коллегам, если они с вами свяжутся, что там им ожидать после этого, то есть, вот эти первые общения. Что ждать? Ну, коллеги пришлют какие-то свои идеи, да, какие-то... Слушайте, ну, у нас вообще подход такой, что мы пообщаемся, поймем, какие задачи, поймем, насколько мы умеем решать их, в каком объеме, вот, и, собственно говоря, там уже дальше будем двигаться, общаться на предмет выгодного взаимосотрудничества. Если об этом ты, Дмитрий. Да, да, об этом. Так, рук нету, вопросы, коллеги вот просили, где можно найти, будет ли, запись будет на YouTube-канале, да, поправьте меня, если они, Сергей, не прав. Да, вроде бы, никто не против. А презентация? Я думаю, тоже. Если она будет, если видео будет на YouTube, то и презентацию нужно. Ну, возможно, коллегам удобнее будет какие-то, может быть, для своих целей надергать картину. Да, вот YouTube-канал, коллеги, еще раз обращаю ваше внимание, вот, все адреса, явки, пароли, они на экране, задавайте вопросы, мы общаемся, мы никого не игнорируем и открыты ко всему, что позволит дальше разрабатывать программу. Так, ну, давайте я до 10, до 5 досчитаю, и уже мы уже больше часа разговариваем. Пока мы считаем, я еще раз благодарю нашу аудиторию, хотя наполовину уже ушла, но здорово, что вы были с нами. Я благодарю наших гостей, Сергей, Александр, большое спасибо. Надеюсь, такой вебинар мы еще устроим, и вы поделитесь какими-то еще интересными инсайтами и опытом, который у вас, который вы получили. Ну, программе, и я желаю развиваться дальше. Сергей, ты математик, у нас много математиков, и я уверен, программа будет очень способной с точки зрения функционала. Спасибо вам, коллеги, еще раз. Желаю вам хорошего вечера и не болейте. До свидания. До свидания. Хорошего дня. Субтитры создавал DimaTorzok